Думская ТВ продолжает работать в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Я Владислав, здравствуйте. Кроме того, что открылся контрольный пропускной пункт в Кучурганах, оттуда еще и была открыта специальная линия Кучурган и Грузия. Собственно, президент Украины, по слухам, находится именно там. Не по слухам, есть фотографии. Это официальная страничка президента. А еще он успел посетить борт гетмана Сагайдачного. О визите Петра Порошенко в Одесский регион продолжаем говорить в рамках нашего эфира. Политолог Ярослав Католик присоединился к нам в студии. Ярослав, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем начнем разговор, напоминаю нашим телезрителям, что у нас по-прежнему открыты линии для голосования. Спрашиваем сегодня вас. Покупаете ли вы еду на пляже? Три варианта ответов. Да, категорически нет. Я против такой торговли. Ну и опять-таки, прежде чем начнем разговор, предлагаю посмотреть сюжет. Наши корреспонденты тоже сегодня находились в пункте пропуска в Кучурганы. Прошу вывести материал Ивана Овсянникова. Совместный контрольно-пропускной пункт – новый этап в отношениях двух государств. Теперь ответственности у таможенников и пограничников Украины и Молдовы на порядок больше. Приветствую воинов! Поздравляю! Выступая с торжественной речью, президент напомнил. Сотрудничество Украины и Молдовы и приграничной миссии ЕС стартовало почти 10 лет назад. Открытие общего Украино-Молдавского КПП – закономерный результат этого взаимодействия. В 2009 году мы начали общий контроль вместе с миссией Европейского Союза и Убам. И сейчас с нами представители этой миссии находятся, и они будут брать постоянную участие в работе общего контроля. Для того, чтобы мы твердо обеспечили безопасность, прозорость, антикоррупционность, комфортность для тех, кто перетянув кордон. И уверены в том, что это очень сильная мотивация для того, чтобы сегодняшняя события произошла. Премьер-министр Молдовы, в свою очередь, выразил надежду, что нововведение на КПП Кучурган – первый этап в объединении усилий двух стран по охране всей украино-молдавской границы. Организация совместного контроля в пункте пропуска Кучурган-Первомайск, а в перспективе и остальных контрольных пунктов пропуска является добрым знаком для наших государств и новым шагом в сотрудничестве. Постоянным участником работы КПП Кучурган станет миссия приграничной помощи Европейского Союза и Убам. В дальнейшем европейцы примут участие и в работе остальных, пока только планируемых в совместных приграничных пунктах пропуска. Так, Ярослав, насколько важно было присутствие президента сегодня на открытии, ну, в общем-то, какого себе не очень стратегического на самом-то деле объекта? Я думаю, что оно было не особо важным, если честно. Я думаю, что основной целью приезда Петра Алексеевича в Одессу было все-таки совместное учение с НАТО и необходимость подать четкий сигнал о том, что Украина имеет тесные взаимоотношения с НАТО и вопросы обороноспособности, они сейчас приоритет. Я думаю, что это было основной задачей. Для чего он тогда поехал на открытие пункта пропуска учеба на Первомайске? Оно на самом деле тоже очень важно, но, конечно же, не сравнится по уровню важности с совместными с НАТО учениями, тем более, что оно впервые в нашей истории приходит настолько ширкомасштабно и настолько серьезным вооружением. Поэтому, покуда он уже и так был в Одессе, естественно, выбрали какие-то еще вещи, которые можно посетить, тем более, что приезд главы государства и военачальника страны на пункт пропуска и совместные действия с коллегами из наших соседних стран, странами, которые тоже стремлятся в Евросоюз, они никогда не бывают лишними. Поэтому заодно и посетил. Почему Молдову представлял премьер-министр, а Украину президент? Честно, не знаю, я просто не спрашивал, почему так вышло и чем в этот момент занимался президент Молдовы, но очевидно, что у него тоже были какие-то запланированные заранее встречи, которые он уже не мог отменить, и поэтому был премьер-министр. В любом случае, это нормальная ситуация, когда президент и премьер-министр. Если бы был просто министр, можно было бы уже говорить о том, что есть определенное нарушение этикета и правил подобных международных встреч. Учитывая, что это премьер-министр или президент, в принципе, не вижу здесь каких-то сложностей. Спасибо, что присоединились к нашему разговору Анатолий Бойко. Анатолий, добрый вечер. Добрый. Спасибо, что присоединились к работе телеканала Думская ТВ. Рад вас слышать. Повторяю. Давайте поговорим сегодня о президенте. Вот он посетил Одесскую область. Действительно, для визита было как минимум две причины. Первая, конечно же, это совместное учение. А вот здесь еще налаживание соотношений с Молдовой. Что важнее? Ну, мне кажется, что ни то, ни другое. И мне кажется, что на самом деле тут вопрос был в третьем. А именно ключевой фразой была президент о том, что Украина готова оказать всемирную поддержку и помощь Молдове в восстановлении ее территориальной целостности и института над Северной Третьей. И я думаю, что этот визит и это заявление скорее был сигнал о том, что Украина готова помогать тем странам, которые так же, как она, пострадали от российской агрессии, либо от каких-то локальных конфликтов, которых Россия поддерживает с одной из сторон. Потому что сюрприз был, ну, не сегодня возник, и визит президента возник внезапно. Поэтому я думаю, что скорее тут не в сюрпризе дело, и не только в отношениях с Молдовой. Как вы себе представляете, каким образом Украина может помогать Молдове восстановить свою целостность, если, простите, мы со своими проблемами справиться не можем? Да, я думаю, что тут речь скорее идет не о какой-то конкретной помощи, а скорее о сигнале, о политическом сигнале, о заявлении позиции. То есть теперь мы можем предполагать, что границы с Приднестровьем наконец-то будут закрыты, и машины на приднестровских номерах не будут заезжать в Украину, точно так же, как мы требуем, чтобы машины с номерами ДНР и ЛНР не пускали на территорию других государств. Ну вот, я думаю, что возможно и это, но по поводу машин, то все карты в руках у Кишинева, необходимо официальное обращение Кишинева к Киеву, и тогда границы будут закрыты, потому что пока ситуация достаточно странная. То есть официальное движение со стороны Кишинева, на самом деле я знаю, обращений нет, а самостоятельно Киев не может такие действия запринять. Слушай, я не понимаю, учитывая, что мы не признаем Приднестровскую республику. Дело немножко в другом. Анатолий только что меня лично порадовал тем, что Украина наконец-то достигла такого уровня, что может также высказывать глубокую озабоченность по поводу чьей-то территориальной нецелостности. Ну, как вариант. Помочь не можем, но озаботиться очень сильно можем. Анатолий, еще есть такая интересная информация о том, что сегодня у нас был Владислав Копытков, кстати, и в густях у нас сейчас находится Ярослав Католик. Господа, вот есть интересная новость. Если вы помните, было молодежное крыло БПП, вот сегодня есть свежая информация от Владислава Копыткова о том, что теперь называется «Солидарно молодь». Они срочно перейдут... Ребрендинг. Да, ребрендинг, срочно делают ребрендинг, перерегистрация. Откуда такая вдруг молодежная активность посреди лета? Кто первый выскажет точку зрения, господа? Давайте Анатолию дадим, потому что связь не очень хорошая. Анатолий, пожалуйста. Я думаю, что это связано, возможно, с предстоящими выборами. Они у нас рано или скоро будут. И я напомню, что просто «Солидарность» — это предыдущее название политической партии, которую приписывали Петру Порошенко. Потом она была переименована в блок Петра Порошенко. «Солидарность», «Солидарность» потерялась в итоге, если нет, как-то. Ну, а теперь, я так понимаю, что решили вернуть акценцию, потому что, я так понимаю, что бренд президента сегодня не самый поддерживаемый электоратом бренд. То есть взяли курс на деперсонализацию. У нас, в принципе, логично. Логично, абсолютно. Спасибо огромное, Олег. Анатолий Бойко у нас был на телефонной связи. Простите, что ж такое? И у вас, представитель Комитета избирателей Украины. Возвращаемся в студию. Ярослав, а тот же вопрос давайте. Я думаю, что причина заключается несколько в другом. Дело в том, что эта молодежная организация, как мне кажется, она должна, с одной стороны, иметь намек на то, что она связана с президентом, поэтому в названии используется «Солидарно». А вот почему название изменили? Для того, чтобы ее заявления и действия не ассоциировались у граждан с политической партией, чтобы они понимали, что это общественная организация молодежь. Ну, то есть, как бы, да, молодежь, горячий, могли где-то что-то там, наделать какие-то ошибки. А, то есть, снять след ответственности? Конечно, да. Чтобы ошибки молодежного крыла не падали на политическую организацию и не, скажем так, не влияли на рейтинг. Я думаю, исключительно для этого. Сложно, достаточно дорого оплачивать два бренда. Ну, я не думаю, что, если честно, вот, да простит меня Петр Алексеевич и все молодежное крыло партии, что оно будет хотя бы более-менее сопоставимо поддерживаться брендинг. Я думаю, что это скорее будет на местах, силами самой молодежки. Да, там, возможно, какие-то там советы, возможно, какое-то предоставление медийных площадок, но, тем не менее, уровень… А-ля молодые регионы? Ну, типа того, да. Потому что, на самом деле, то количество денег, которое вливается в партийный бренд, оно, конечно же, не будет коррелировать никаким образом с тем, чем будут заниматься молодежные активисты политической силы. Возвращаясь к визиту президента, хочу и ваше мнение услышать. Процитирую прямую речь президента. Мы, Украина готова максимально способствовать восстановлению территориальной целостности, суверенитета Республики Молдова и работает над тем, чтобы восстановить то, что 25 лет назад было спровоцировано и имеет такие тяжелые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье. Как вы можете прокомментировать это заявление президента? На самом деле, у меня тоже это очень удивило заявление. И, ну, с одной стороны, правильностью, с одной стороны, с другой стороны, запоздалостью. Потому что, на самом деле, мы, я имею в виду под словом мы, Украина. Украина находится давно среди участников переговорного процесса по решению Приднестровского конфликта на территории Молдовы. И от Украины давно ожидали более решительных действий. Мы действительно усаживались за стол переговоров, пытались найти какие-то политические компромиссы. Это делалось на протяжении всей истории Украины. Однако, тем не менее, можно сказать, что серьезных действий ни со стороны Кишинева, ни со стороны Украины не предпринималось. Я имею в виду позицию жесткую, в том числе, там, перекрытие границ, недопущение личного транспорта, недопущение поставок в непризнанное Приднестровье, пропуск граждан с, ну, там, скажем так, с паспортами Приднестровья и так далее. То есть, непризнанная республика. Как мы можем что-то требовать от других, чтобы не признавали так называемый ЛНР и ДНР, если мы сами вроде бы не признаем Приднестровье, но люди во Приднестровье там заезжают, машины на приднестровских номерах заезжают. Безусловно, и в этом-то и вопрос, потому что, с одной стороны, тут... Так, с чего начать, с чего будет начинать ваш прогноз? С обострения конфликта в Приднестровском направлении или все-таки пытаться решать сначала свой? Я думаю, что это будут эти процессы параллельно, потому что по, скажем так, по решению политического конфликта, я имею в виду, ну, и военно, даже, давайте так, для политического решения военного конфликта в Украине, да, и войны, которые существуют, политическая ситуация зашла в тупик. То есть, сказать, что мы можем какими-то компромиссами, договоренностями что-то сейчас решить, нет, не можем. Поэтому, соответственно, будет идти именно наращивание военного потенциала и отработка алгоритма действий в той или иной ситуации. А вот по Приднестровской ситуации, которая тоже для Украины создает определенные опасности и угрозы, тут есть еще пространство для политических маневров, и в том числе для дипломатического решения этой ситуации. Поэтому, первое, это, мы уже говорили, что недопуск автомобилей на Приднестровских номерах сюда, ужесточение въезда по Приднестровским документам не только по Молдавским, по паспорту гражданина Молдовы. Третье, это заключение договоров только с молдавскими контрагентами, но не с Приднестровскими. В том числе это и особенности использования железной дороги. Я напомню, что буквально пару лет назад, когда очередной был виток сложности в отношениях между Молдовой и ПМР, то ПМР просто вопило о том, что Молдова делает ей блокаду и не позволяет через железную дорогу пропускать товары. И вот тогда Украина, по сути, спасала Приднестровье, потому что через нашу территорию завозили туда продукты. То есть, никто не мешает эту ситуацию повернуть. — И что дело? Вы сказали, что это дипломатический путь. А мне кажется, что это уже прямая конфронтация и выходят на полноценную драку. Это не дипломатический путь. — Почему? Это дипломатический путь, потому что это будет действовать в партнерстве и в постоянном, скажем так, в одном темпе с Молдовой. Потому что без Молдовы делать, понятно, что Украина это не станет. Вопрос в том, готовы ли руководство Молдовы сейчас пойти на такое ужесточение, учитывая, какие конфликты у них недавно происходили? — А готовы ли руководство Украины влазить в этот конфликт, который затянулся уже до такой степени, что уже и родились, и умерли люди, которые, и в некоторых случаях умерли люди, которые родились уже в ПМР? — На самом деле, я считаю, что руководство Украины готово к этой ситуации. И на самом деле у нас каких-то особых других возможностей нет. Нет альтернатив достойных. Потому что сейчас Приднестровье — это такая вот финансовая дыра, скажем так, через которую мы получаем множество проблем. Во-первых, там до сих пор находится военный контингент, и Молдова сама по себе... Я понимаю определенные опасности, почему они не занимаются активно выдворением этих войск со своей суверенной территории. Во-вторых, проблема заключается в том, что с территории Приднестровья мы до сих пор получаем ретрансляцию российского телевидения и российского пропагандистских ресурсов. — А IPT вас не смущает? — Нет. Более того, мы признаем здесь дипломы, полученные в Приднестровской республике. — Ну, я насколько знаю, что в основном приднестровские студенты, когда поступают к нам, они все-таки пытаются получить все-таки документы Молдовы. Но, тем не менее, проблема есть. — Я знаю немало даже среди наших коллег-журналистов, у кого Приднестровский был паспорт. Да, сейчас там они получили, условно говоря, вид на жительство в Украине. Но поступали работать они по образованию Приднестровскому. — И вот в этом-то и нюанс, потому что Украина занимала всегда соглашательскую позицию. Мы не, скажем так, не провоцировали, не обостряли эту ситуацию, и мы все время надеялись, что ситуация как-то сама решится с собой. Грубо говоря, мы оставляли Кишинев наедине с ним с собой в решении этой проблемы. — Почему сегодня ситуация изменилась? — Потому что сейчас против нашей страны развернута гибридная война. — Но это не сейчас произошло. — А сейчас руки дошли. Потому что, когда у нас был оголенный Восточный фронт, и там постоянно велись активные боевые действия, понятно, что все внимание и все усилия были сосредоточены там. — Но это не мешало президенту сделать такое же заявление в 2014 году, когда он был избран, когда он приезжал в Одесский регион, когда он ездил на границу? — Но это было бы всего лишь заявление. Сейчас это может подкрепляться, и я уверен, что будет подкрепляться реальными действиями. Вот вопрос о том, чтобы автомобили по Приднестровским номерам не пересекали границу, они уже серьезно поднимались и обсуждаются на высоком уровне. Поэтому я думаю, что с высокой степенью вероятности можно говорить о том, что это решение будет воплощено в жизнь. В 2014 году, я не думаю, что, учитывая те риски, которые существовали, в том числе те сепаратистские тенденции на приграничных регионах Одесской области, я не думаю, что в тот момент кто-то рискнул бы делать такое заявление. Поскольку сейчас ситуация изменилась, и наша безопасность, и в том числе военная безопасность, находится на несравнивом более высоком уровне, я думаю, что можно говорить о том, что мы сейчас можем заняться этой проблемой. Приднестровия находится в сфере интересов России. Сегодня Украина заявляет о том, что она поддерживает Молдову и будет делать все для того, чтобы помочь восстановить целостность. Не ударит ли это по Украине? Не начнет ли Россия более активно вести себя в отношении агрессии в Украине? Я думаю, что мы увидели по большому счету весь потенциал, который Россия могла использовать в нынешних условиях. И я не думаю, что подобное решение, оно как-то серьезно повлияет на давление на нас или на возможные угрозы для нас. То есть это не будет поводом для объявления официальной войны, а большего нам опасаться как бы и не надо. Потому что в принципе Россия уже делает все, что она может для того, чтобы ликвидировать нашу страну и максимально ей навредить. Поэтому я не думаю, что таким образом мы что-то усугубим. Наоборот, это абсолютно адекватная реакция. Если вы уже на нас напали, это будет достойный ответ на вот такие вот имперские амбиции. Ну и давайте подведем небольшой итог визита президента. Основные моменты, которые вы можете выделить в его визите, зачастил он в наш регион. Да, откровенно зачастил. Вместе с тем, можем сказать, что повод для приезда приятный. То есть у нас ничего сверхординального или что-то сверхплохого не произошло. И слава богу. То есть это не приезд для того, чтобы тушить пожар. Во-вторых, что обошлось без провокации. То есть мы не увидели сейчас никаких особых сеток, перекрытия дорог, когда сотни автомобилистов возмущались бы и так далее. Конечно, это далеко от города было. Во-первых, а во-вторых, достаточно того, что уже было. Да, я согласен, что этого было более чем достаточно. Тем не менее, сейчас это удалось избежать. Не было провокации в отношении президента, как мы видели буквально пару месяцев назад в одном из других регионов Украины, когда там были провокации, оскорбления и так далее. А почему провокации? Люди высказывают свое мнение. Почему вы считаете, что это провокация? Потому что я не считаю, что подобные акции, они настолько были спонтанны, как они хотели бы. И во-вторых, я не вижу повода для такого отношения к президенту. Если вы пришли на встречу, вы имеете возможность переговорить, так говорите. Когда в спину начинаются нестись оскорбления, то я считаю, что это... Я хочу напомнить, что президент развернулся и уходил. Он не хотел слышать то, что ему говорят. Потому что там откровенно было понятно, что ситуация зашла в тупик и люди не хотят слушать. То есть нагнетала ситуация, поэтому он посчитал, что... Трудно слушать, когда у тебя зарплата 1200 гривен, а коммуналка полторы тысячи. Я понимаю все нюансы, но тем не менее, нужно понимать, что это не просто политика, это глава государства. И, соответственно, кто бы как ни относился, все-таки уважение как минимум к посту должно сохраняться. Но к конституции президента, да. Да. Вот поэтому я думаю, что поскольку таких ситуаций не было, а они, ну вы сами прекрасно понимаете, что почва для подобных негативных отношений, она есть. И ей могли пытаться воспользоваться. Но не произошло и хорошо. А что сейчас поскольку, если человек пришел, действительно говорит об этом, а ему президент в ответ рассказывает заготовленную историю, то есть кто больше готовился? Президент, который рассказывал о том, что он на трассе с человеком разговаривал на номерах, или тот человек, который задавал ему вопросы, что с этим делать? Кто был больше подготовлен, скажите? И кто был явнее подготовлен? Мне кажется, что Порошенко не был готов к такому разговору. Он действительно разговаривал на трассе с каким-то человеком? Я думаю, что давайте скажем так, что если бы он готовился, он бы выглядел в этой ситуации победителем. Он в той ситуации явно не выглядел победителем. То есть было видно, что он нес дежурные речи о том, что Украина сейчас стоит перед большим вызовом и так далее. То есть если бы он реально готовился к подобной схватке, у него были бы более острые речи, он бы апеллировал к цифрам, он бил бы какими-то фактами, и он старался бы выглядеть более убедительно. В данной ситуации, точнее в той ситуации, которая была, я этого не увидел. Поэтому я для себя сделал вывод, что скорее это провокация, которая была сделана. Если бы не получилось победить, значит это провокация. Нет, ну почему-то провокация. Я повторил то, что вы сказали. Нет, я говорю о том, что той ситуацией намеренно воспользовались. Вот и все. И посмотрите, сколько после того прошло сюжетов про российских СМИ. Я хочу спросить, воспользовались слабостью? Ну да, это будет абсолютно правильно. Почему? Это была реально слабость и неподготовленность. И я думаю, что это просчет администрации президента, что они не предполагали, что будет вот такая вот словесная перепалка. Ну они, наверное, просто живут в другой Украине, где все хорошо и у людей нет никаких проблем. Возможно, действительно, что они в ту картинку, которую они стараются вещать, что они сами в нее уверовали и теперь поплатили за... Вот, почему вы говорите. Это самое на самом деле страшное. Ну что ж, позитивная у вас оценка визита президента в Одесский регион. Ждем следующего. Я думаю, уже перед выборами что-то мне подсказывает. А насколько быстро это будет, я не хочу понять. Так, давайте подведем. В девятнадцатом году. Ярослав, благодарим вас. Ярослав Католик, политолог, был у нас в гостях. Пожалуйста, Саша, подведем. Давайте подведем в итоге нашего кулинарного опроса. Сегодня мы спрашивали, покупаете ли вы еду на пляже. Итак, результаты следующие. Да, покупаю 17%, в которые вхожу иногда даже я. Категорически нет. Также 17%, Алла Есина и твоего полку прибыла. Люди, которые вообще не поддерживают эту торговлю и являются противниками подобной торговли 66%. Ну, информационные итоги этого дня подведет Ксения Терзи. Мы прощаемся с вами до завтра, ровно в 15.00. Думская ТВ начнет работу в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова